Ах, падла! Ну не падла! Ах, падла, блять! Падла! Самая настоящая падла! Ну что, золотенькие, я вернулась с новогодними программой! Люблю вас, нежная! Подписывайтесь на этот канал, ставьте этому видео лайк, оставляйте комментарии, заказывайте рекламы, коллаборации, поздравления! Всё на свете! Всё, что можно! Делитесь этим видео, делайте репосты! Вся информация в инфобоксе! Сегодня делаю рождественскую похлёбку! Вашу любимую похлёбку! Эту похлёбку, рецепт этой похлёбки мне дал мой мишленовский шофповар-любовник! Или же, я заплатил официанту, чтобы он мне выписал этот рецепт в дорогом ресторане! Первое, что я делаю, внимание, рис! Берём, нам нужен рис! Мать его, ёб! Мать его, ёб! Беру басмати рис! Смотрите, как легко варить! Накалили кастрюльку на максимальном огне! Она просто раскалена! Закипятили кипяточек! Сделано! Теперь, чуть-чуть сольки! Пол чайной ложки! Сделано! Быстро! Теперь, ой нет! Тут нет ручки! Взяли чашечку! Вот чашечка! Набрали в неё рис! Понимаешь? Набрали в чашечку рис! Есть! Высыпали! Теперь берём две чашки водички! Кипяточка! Сделали! О! Химическая реакция пошла! Пошла химическая реакция! Нарциссичная мать! Кто-то сказал, что нарциссичная мать не умеет готовить! А приори умеет! И хорошо готовит! Лучше всех! Всё! И поставили на троечку! Поставили на троечку! Чтоб медленненько кипело! Медленненько! Чем-то надо размешать! И размешать! Чтоб не слиплось! Всё! И медленненько готовим! Никаких, блядь, этих! Можно крышечкой накрыть! Если найдёте! О! Блядь! Есть крышечка! Накрывай крышечкой! Дальше! Вторая сковорода! Раскалили на максимум! Сковородочка с сонким дном! Которая легко проводит тепло! Что я делаю? Я достаю лосось мой! Нам нужно полкило лосося! Полкило красной рыбки! Как говорят все дебилки в тиктоке вы в рилс! Красной рыбки! Красной рыбки! Полкило! Полкило красной рыбки! Зала! Красную рыбку! И под холодную воду смыть, смыть вот эту юшку! Многие любят с юшкой этой! А они не любят с этой юшкой! Шикардо! Итак, что мы имеем? Значит, и накаляете! Поняли? Накаляйте сковородку! Юшечку смыть! Смыли эту блядскую юшку! Негодную! Она негодная! Как мои дети! Она тупо негодная! И теперь мой секрет! Растительное масло! Где ты, Заюш? Куда я делаю растительное масло? Девочки! Вот оно! Значит, смотрите! Мой секрет! Лосось! Шкура лосося никогда не подгорает! Ну, если будет 400 градусов раскалена сковородка-духовка, то тогда пиздос! Что я сделала? Я просто налила 3 чайных ложки растительного масла и накаляю его! Теперь рыбка под проточной водой вымыта и аккуратно, смотрите, аккуратно... Аккуратненько я ее туда! Аккуратнейшим образом! Все! И она должна обжечься! Она должна обжечься! Она должна обжечься! Ни соли, ни перца, ничего! Обжигаем лосось на супер раскаленной духовен плите! Поняли? Масло будет обязательно стрелять! Накрыли крышкой! Проверяем рисок! О, пахучий, белоснежный, красивый рисочек! Варится, мой сладенький! Пусть варится! Значит, смотрите, брокколи! Я беру нежнейшие брокколи! Нежнейшие! Такие вкусные! И, смотрите, я беру у каждой брокколи попочку, вырезаю, все брокколи надо перерезать попочками, вот так, поняли? И пошла работа, пошел рабочий процесс, будние хозяйки! Где-то чернота, если, видите, что остается, ее тоже нужно удалить! Похлебочка будет волшебная, отвечаю! Нам нужно перебошить все эти брокколи, понимаешь? У лосося охуенно то, что кожа не сгорает! Поэтому кожей вниз на раскаленную эту шнягу забросили! Наслаждаемся процессом! Наслаждаемся! Еще можно вот так сделать! Оооо! Ну это вообще сказка! Ну вообще молодец! Брокколи вот так раз, раз, пошел запах немытых писек, пошел запах трехиномоназа, пошел запах молочницы! знаете вот а люблю очень вот так именно готовить вас соль без соли без теста и именно на всю квартиру на всю кухню отдает запахом вот если в пизду накончать и сперма за несколько дней скисает и ну не глубоко накончать пизду а так на пол шишечки после губок половых и спермочка за ночь окисляется и начинает вот это штынить именно такой нам запах нужен понимаешь а брокколи капуста сейчас вообще я капусту ела всю жизнь любила обожала а сейчас спасибо соцсетям начинается это такая панацея девочки капуста это такая панацея и рак и понимаешь и зависимости лечит и витамины и антиоксиданты и и попочка растет грудка растет от капусты понимаешь и в зимний период времени это счастье проверяем рис рис волшебный а ну-ка я его не переварила твердый рис еще не дошел пусть варится мы нежнейшим вот какая-то чернота на капусте срезала раньше я была брезгливая и я например брокколи вот эти верхние лепестки темно-зеленые счищала я считала что они поганые и грязные они ахуенную они ахуенную так вы готовы к нашим мишленовским приключениям все выключаем теперь смотрите прихватилась наша красавица рыбка видно да мы взяли выключили и теперь она изнутри пропечется она дойдет изнутри это вообще сказка это надо уметь никогда не жарьте стейки чтобы они прям вот были из семги чтобы они были был дан из красной рыбки он должен вот изнутри дойдет поняли а шкура не дает пригореть а шкура не дает пригореть так наша брокколюшка нежнейшая а шкура не дает пригореть все осталось несколько качанчиков который и больше и мы приступаем к следующему этапу рецепт простейший золотенький люблю вас даю простые мощнейшие рецепты понимаем и в зимой такую похлебку жрать одно удовольствие одно удовольствие вот какие-то темные лепестки сняла убрала сняла убрала эти супер смотрите как я быстро справилась с браколичкой королева капусты обожаю браколю нежно вкусно но нужно уметь готовить сейчас я вас научу и так друзья хвостики мы срезали наши королевы капуст срезали или нет а ну-ка и тут с темненьким прощаюсь но всегда смотрим проверяем рис о рисок то волшебный у нас посмотрите нельзя мешать нельзя мешать он вроде уже сварился да сливаем воду сейчас такое но ищу смотрите и ставим назад он сейчас еще паром пропариться это будет вообще сказка теперь наши красавицы мы должны вынуть нашу семушку берем какую-то классную тарелку дорогую красивую лопаточку давание и смотрите что бля ай 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 ах ты сучка вот что такое без соли и без перца и и вот в этом масло шваркнуло нашу капусту прикиньте без зазрения совести а теперь наслаждаемся вот такие у нас получились кусочки боже посмотрите вот такие красивые смотрите что делаем снимаем кожу о должны остыть пусть красавица наша остынет поставлю здесь как-то не знаю чтобы вам было понятнее надо где-то в центре чтобы оно было в кадре нежнейшее вот так что не так все упадет ну в общем в этой в этом кадре вы будете теперь смотрите на максимум возвращаем эту сковородку с нашей капустой и начинаем работать работать вог вот как вог разъебнули на максимум разъебнули и и теперь смотрите капустка любит специи черный перчик обязательно обязательно черный перчик нашей королеве овощей хорошо черным перчиком взъебнули помешать смотрите как я умею а вы так умеете ну королева же королева кухня а что наш рис и вот смотрите наш рис супер осыпчатый сухой и напору ебошится это же бомба что я хочу еще хочу какие-то вкусняшки сюда добавить в нашу капустыню а что чесночка о чили молодец шурочка молодец шурица значит смотрите я взяла зеленой чили сейчас буду ебошить их а наша красавица вон она доходит капустку нужно нормально жарить так хорошо знаешь зубчик чеснока и чили друзья мои быстро убрала здесь все ах ты сучка падла что ты тут распуялась смотри убрала тырсу эту убрала тырсу итак друзья раздавила зубчик чесночка надо немного потому что у рыбки вкус нежный а нам перебить не надо ничего нам перебить не надо ничего взъебнула кинула теперь давайте чили чили как делать кучу взяли стручок зеленого чили разрезали пополам удалили семена удалить можно ножом рукой вымыть под этим под нежнейшим напором воды вот я вычистила да пошла промыла да надо помешать на красавицу о супер пошел капустный запах капустка лепша сейчас чесночок растворится еще в ней чили и меленько вот просто мельчайшим образом что с рис прекрасен рис прекрасен выключаем рис чили чили вот так как вы думаете нам хватит одного стручка я хочу нежный сегодня я хочу сегодня чтобы было нежно поэтому один не надо превращать это в какой-то китайский цирк понимаешь смотрите капустка прям шевелится она прям сама переворачивает вот убежала одна так побег побег из шеушенко куда ты побежала с шеушенко пробуем сбежавшая капусточка ммм ня-ня-ня-ня капустку надо ниже огонь потому что она там снаружи уже золотая а внутри еще сырая она должна сейчас типа накалится и тогда она изнутри будет мягенькая так что дальше нам нам нужен соус я беру сливочный соус с петрушкой я заебалась жрать как свинья здесь минимум обычно сюда я бы добавила 400 миллилитров жирных сливок но я не хочу девчат я не хочу вот реально смотрите как она скачет вам видно красавица она прям дышит она прям разговаривает с нами снимаем кожу с нашей рыбки можно ли ее есть давайте попробуем ммм ее можно есть боже это чипсы смотреть кино смотреть сериалы смотреть слово пацана и хрустеть такими чипсами ммм видите кожа лосося абсолютно съедобна оказалась так снимаем ее фух боже как я хочу похрустеть такими чипсами ммм 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 нихуя не это очень волшебный рис посмотрите ммм ммм мммм мммм капустка смотри какая красота давайте на пробу снимем одну но рис я бы уже села вообще ничего и пошла бы спать также вкусно начинать доходить солим конца посолили капустыню сейчас она уже дойдет вот такая она пришпаренная красавица и сейчас она еще пустит сок который нам нужен для нашей похлебки боже а эти чипсы также хочу хрустеть этими чипсами и так друзья следующая наша тема мне нужно чашечка в этой чашечке я растворяю наш соус и вот этот порошок нельзя туда засыпать потому что будет полная жопа девчат смотреть а где мой соус уже потеряла возьму еще один это уже холландейс мне нужен с петрушкой со сливками а ну-ка так расхуярила сделала хорошо себе и залила кипяточком и развела здесь если вы кину туда и залить кипятком он будет комочками я ненавижу комочек шикардос развела теперь смотрите все капустка наша дотомилась уже до будет пикантно и так заливаем литр воды литр воды литр воды литр воды в нашу похлебку соус в нашу похлебку размешать все аккуратненько смотрите пошла жара ждем когда закипит быстренько сейчас появится свет не переживайте будет такой кремовый шикарный цвет так ну что давай давай время идет кипит кипит значит она должна немножко загустеть потому что это же соус с крахмальчиком нежнейшим поняли да делаем нежнейшую похлебочку я уже хочу попробовать этот юшку эту его ебаную так а хлеб о пошел запах карамелизирует ну не карамелизируется что там густеет густеет но выглядит как помои надеюсь у вас будет лучше не допускайте чтоб хотя не допускайте вот эти пригоревшие кусочки капустка они прям задают пикантность поняла оправдалась я бы посолила еще тогда шикарно посолить перемешать шикарно и по моему так закипал закипела рис в похлебку нашу рис давай заешь и рис нужно просто размешать на него варим ничего не надо ничего варить девочки вот чик 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 посмотрите и теперь каждую кусочек в ассасинушке я делю на два и опускаю все и вот вуаля и выключаю плиту виде она закипела выключили всю плиту и накрыли крышечкой и дали потомиться наши красавицы пока она томится я кушаю шкурки лососа потому что у них коллагенчик коллагенчик это молодость очень быстрый классный рецепт давайте попробую уже оно рис оно браво прям весенний такой супчик как весенний супчик такой поняли браво давайте сервироваться вообще молодец у меня глубоких тарелочек есть есть итак берем глубинную тарелею свинью дурею ну чё ты так долго кипишь так и давайте два кусочка рыбки на человека как мне остальное вывалить эти ложку вот такая у меня есть вот так раз вот так два я утопила я утопила так вкуснее так вкуснее я утопила и вот она моя похлебочка зимой такая похлебка украсит любой стол а готовится еще быстрее чем я вам за ним в некоторых местах тупила как 20 минут уходит на эту красоте надо достать наше мяско так и нужно как-то налить такая поняли она сейчас будет гореть на похуй не очень красиво а ну-ка чем кушать вилка или ложечка давай прямо деревянная боже это объедение поняли такая она похлебочка что-то между ризотто и и этим супом браво шура лучше боже я так вкусно брокколи никогда не готова и она тут доходит поняли карамелизируется на маленьком огне молодец шурочка ну что ж брави брависсими повторять этот рецептик готовьте вместе со мной люблю вас золотенькие сумочки бай-бай